Примеры глав. То есть сегодня как бы просто вот то, что нас ждет в конце. То, что ради чего мы все это делаем. Примеры живые. Сейчас покажу. Потом, завтра у нас исходные данные. Исходные данные, коллеги, кто уже, даже несколько человек уже прислали даже некоторые исходные, уже некоторые данные. Не просто выбрали свои участки, а уже прислали вот что-то там, карты. А что у нас исходные данные? Исходные данные основные. Это карты, потом космические снимки, потом просто любые фотоснимки, потом вообще любые описания этого участка, который существует. И очень хорошо, например, если это там, ну в общем, все это буду вам рассказывать, все это впереди. Это как раз вот завтра и будут исходные данные. А потом нужно эти исходные данные и собирать. Потом обзор ваших собранных данных, потому что если кто уже соберет, то уже вот и будем смотреть. Вот. Ну и потом посмотрим, как получится. Вот. Если будем активны, если будет много участков, то и по каждому вообще посмотрим, что собрали. Все, все привет, Роман. Ура, ура. Вот. И я уже написал, что порядок описания участка реки. Почему? Потому что вот обзор данных, это уже есть описание участков. Но и для желающих, для тех, кому нужен алгоритм, я на порядке описания участка реки дам вот алгоритм такой простейший, банальный. И, соответственно, потом уже не просто, смотрите, вообще это одно и то же. Вот собранные данные и обзор участков, и описание участков, это одно и то же. Просто здесь мы просто видим, что мы набрали. А потом уже анализируем, что там видно. И вообще, в идеале, лучше сначала собирать просто, что есть. Вот. Не критикуя, несмотря, что типа там плохие исходные данные. Здравствуйте, Нина, что они не авторитетные, что они вот неполные, что они какие-то. В общем, вот, коллеги, в общем, всего на этой неделе будем собирать данные и их рассматривать. Вот. Ну и буду немножко отвлекаться. То есть будет теоретическое отвлечение, я буду рассказывать, какие данные, где их брать. И теоретическое отвлечение будет это, как, соответственно, их использовать, как описывать участок. А описание участка, это вообще-то не формальность для того, чтобы просто описать и забыть. А это, на самом деле, понимание участка. То есть мы формально пишем описание участка, а в реальности это понимание участка. И вот это понимание, это как получится. Иногда это уже ответ. Если мы его очень хорошо поняли, что мы уже поняли, что мы будем давать в ответ. Иногда это не совсем еще ответ. Иногда это еще надо дальше еще что-то покопать. И то есть, это все у нас впереди, коллеги. Вот план на эту неделю, коллеги. Здравствуйте, Назиля, и сегодня у нас было, было уже, я зачем-то поспешил и уже дал задание по тому, что буду сейчас рассказывать, показывать, сейчас я буду показывать примеры свои живые, которые я делал когда-то, и вот сейчас по ним мы пробежим. И у меня уже было задание по ним, рассмотрите эти примеры, напишите, что непонятно, что сложно, что странно. И вообще всякие другие любые ощущения, которые вызывают эти мои примеры. Потому что они нерафинированные, они неподготовленные, там уже есть минусы. Сегодня я как раз может о минусах и буду иногда говорить, что, то есть, относитесь к ним не как к образцам, что вот так надо сделать, а будем относиться к ним как к таким плохим примерам. Ну уж где взять хорошие, соответственно, вот на плохих и будем учиться на разных, и увидим их при их разнообразии, увидим вот что-то, может, сами-то хорошее и сделаем. Вот, ну никто это не сделал, никто ничего не прислал, соответственно, это задание у нас продолжается и к завтрому, коллеги. Вот сейчас мы приступаем к этим примерам. Начинать-то с чего лучше, с больших или малых? О, Александр, все равно. Когда мы, ну смотрите, мы еще к методам не перешли. Сейчас в идеале, Александр, в идеале выбрали по три участка. Два больших и один маленький. Ну, две большие реки, прямозвилистые, и одна малая, любая. Вот, так вот, по всем трем и надо сейчас действовать. По всем трем надо собирать исходные данные на этой неделе. Ну вот я расскажу, какие и где. Ну уже можно, особенно тем, кто старичок, кто повторно у нас фамилии знакомые, кто уже знает вообще, что там на самом-то деле надо, и кто уже, пару человек уже прислали прямо уже не просто выбранные свои участки, а уже прямо с материалами. Коллеги, так вот, ищите еще. Потому что есть правило такое по исходным данным, это искать, искать и еще раз искать. По всем трем. Если выбрали там один участок, два, значит по ним. Если выбрали 4-5 участков, значит по ним. По всем, которые выбрали. Потому что заранее идеально непонятно, к какому он будет относиться. Потому что, например, вот сегодня нет, коллеги, мы же делали еще в субботу дополнительную встречу, там мало кто пришел, но там мы как раз рассмотрели присланный участок от человека, который прислал уже сборные материалы и по большим рекам, и по малым. Так вот, там большие реки блестящие, а малая река, она вот тоже большая. Потому что у нас деление рек не на большие и малые, а деление на есть исходные данные, нет исходных данных. Или, грубо говоря, видно на картах. Значит, будем использовать карты для понимания того, что происходит с рекой. Или не видно на картах. Так вот, человек прислал все три участка, которые видно на картах. Просто, как бы, очень большие и не очень большие. Соответственно, рекомендация выбрать еще такой участок, вообще малого, действительно, реально малого, который реально не видно на картах. И заранее определить, то есть вот вы выбрали три участка, а заранее определить, как мы с ними будем действовать дальше, какие методы мы будем использовать, а методы как раз и делятся в первую очередь по видно на картах, не видно на картах. То есть есть карты, нет карты, которые можно использовать. Заранее это неизвестно. Поэтому работаем со всеми выбранными участками. Ищем карты по всем выбранным участкам. Это потом уже в результате будет понятно, что нашлись карты, их много, их можно использовать. Или нашлись карты, но их мало, она одна всего, или их много, но на них наш участок не показан. То есть тогда будем действовать теми методами, которые при отсутствии карты. Поэтому сейчас материалы собираем по всем участкам своим. Потому что потом уже в результате выяснится, сможем ли мы их использовать и как. Вот, Александр. Григорий, доброе утро. Вот. И, соответственно, понял. Ура, коллеги!